Добрый день! Рада встрече с вами, дорогие телезрители. Я Елена Доценко, и мы начинаем новый проект «Прямая речь». Видеолекции на темы, которые волнуют нас всех и остро стоят на повестке. Итак, сегодня мы поговорим о человеке, о лидере и о каждом из нас. Наша первая тема «От железа к человеку». Конечно, это касается лидера, того, кто ведет за собой, вдохновляет, объединяет. Тот, кто без команды невозможен. Лидер – тот, кто видит цель, верит в нее и идет с вами вместе. При этом сам проходит этот путь впервые и может ошибиться. Вовсе не обязательно, кстати, что он главный. Не всегда лидер является руководителем. Лидер – руководитель – это идеальная ситуация. Но, во-первых, и в главных – он человек. Пусть на определенной позиции, но все же человек. Обычная история коммуникации складывается в пирамиду влияния. Вот так. В чем плюс? В возможностях. Виден больший горизонт. Лидер может знать больше расклад и видит выход. «Кажется, все условия для прорыва и движения к мечте есть. Но возникает парадокс. Там, наверху пирамиды, тесно и людей физически мало. Посоветоваться не с кем. Уровень другой. Да и конкуренция жесткая. А рядом могут оказаться те, кто ставит перед собой цель выжить и укрепиться. Современная реальность, динамика, фастфуд, эпоха новых скоростей, господство желтой прессы, которая пишет обо всем, что продается, заставляет настоящих лидеров брать всю ответственность на себя. Человек вынужден принимать удар и бороться с неожиданными порывами политических ветров. Тут нужно быть сильным и мудрым, чтобы остаться честным и не сдаться. И не забыть, что все-таки главное – это люди. Конечно, каждый из нас видит разный масштаб. Чем выше ты поднимаешься, тем больший горизонт, большие возможности. Но масштаб часто не позволяет разглядеть беду отдельно взятого человека. Приведу пример. Если вы находитесь в поле, то видно каждого. Вы можете посмотреть в глаза, но пройдете вместе не так далеко. Если передвигаться на вертолете, видно целое поле. Ну а если вы пересаживаетесь на Боинг, то, несомненно, дальше продвинетесь. Это новый горизонт. Один важный нюанс. Людей не видно вовсе. Ориентироваться можно только по приборам. Оперативно, четко, профессионально. Если лидер становится руководителем, командиром воздушного судна, то нужны правильные и отлично работающие приборы и соблюдение правил, чтобы долететь куда нужно, и землю с небом не перепутать, и всех не угробить. Нужны каналы коммуникации, которые не врут. И чем качественнее они будут, тем лучше. Ведь смысл не в том, чтобы лететь, а в том, чтобы долететь до цели, сохранить людей в самолете и не раздавить тех, кто на земле. Приведу еще пример. Человек по натуре своей идеалист и мечтатель. Но попробовав изменить мир, раз, два, три, начинаешь думать. Сиди тихо, молчи. Инициатива наказуема. Отказываешься от мечты. И начинаются оправдания. Поиск виноватых. Мы ведь часто сами, своими действиями, мы, говоря о демократии и возможностях, о том, как нам нужен настоящий мудрый лидер, до сих пор сами создаем царя-батюшку. Просим, чтобы пришел кто-то, построил нерадивых бояр и все решил. Дорогие мои, мы ведь живем у себя на родине. Мы с вами дома. А дома чужой беды не бывает. Надо вместе решать, сообща. Никто за нас не решит. Расскажу историю. Дело было в Устьянах. На дороге погибла под колесами машина собака. Устяки, кстати, просвещенные люди, написали депутатам, губернатору, даже президенту. Коммунальный беспредел. Новый горячий анонс для ленты новостей. Так бедное животное лежало два дня, пока простой мужик, который не знал о такой глобальной заварушке, просто взял и убрал ее с дороги. Просто взял и решил вопрос. Сам решил, потому что дома. Кстати, этой зимой, собственно, вчера и сегодня мы с вами все столкнулись с серьезной историей. Как всегда неожиданно, вдруг пришла зима. И дороги стали направлениями. Кажется, беда. Но она объединила нас всех, прохожих и автомобилистов. Мы стали более внимательными. И в конце концов, в нас проснулись люди. Вот, например, только вчера меня выталкивали из сугробов трижды. Все вместе, сообща. Такую дозу внимания и тепла от незнакомых людей я вчера получила. Спасибо. И фирменный респект. Кстати, об этом мы с вами не прочитаем. А тем временем мы читаем и видим в новостях не такие истории добра, а сплошной кошмар, что на улицу страшно выйти. Посмотрите ленту новостей. Опять взорвали, заминировали, добились свиным гриппом, какой-то там зикой. Только успехи хоккеистов до биатлоны радует. А в большинстве своем развлекают нас козлами-тимурами. И почем нынче, например, выставка Ван Гога, если прийти на лабутенах. Или народной забавой. Гадание на курс доллара или какая там нефть лучше. В ближайшее время, видимо, еще зачем-нибудь увлеченно наблюдать будем, пропуская главное. А тем временем сосед сверху, как кидал хапчики с балкона на тротуар, так и кидает. И при этом всех дворников и начальников ругает, на чем свет стоит. И плевать ему на всякие мечты, стратегии, на нас с вами с самого верху. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мудрость народная, между прочим. Но вернусь к человеку и к лидеру. Ключ к решению проблемы выход не в ресурсах и амбициях, а во внимании к человеку. Ключевое слово – любовь к людям. Надо перевернуть пирамидку. Вот так должно быть. И наши мысли тогда будут не бить по голове, а формировать прочный фундамент отношений. Это не стоит больших денег, но стоит невероятных усилий и лидера, и главное тех, кто идет рядом. Основа этих отношений – взаимное уважение и чуткость, ответственность за слова и поступки. Это перестройка системы. Нужна открытость, высокая мотивация, честность и инициатива. А еще готовность начать с себя и умение выстроить здоровые каналы коммуникации. Тут важно слышать людей, иметь доверие и общее понимание цели. Самое трудное – договориться. А начать можно с маленьких добрых дел. Да, это требует сил. Сам рецепт известный – встань иди, так ведь написано. Позвольте еще один пример из жизни. Городской трампунт. Как-то раз я, обычный человек с вывихом ноги, сидя в очереди, нарисовала и отдала коллеге Минздрав человеческую логистику городского трампунта с точки зрения пациента. И даже написала, что нужно сделать. Отдала так просто на листке бумаги схему, как должны разместиться кабинеты, регистратура, гардероб и что кнопка вызова санитара должна быть на улице. Что нужно организовать прокат всех этих штуковин, кресел, костылей, что там еще нужно. И поставить автомат с водой. В общем, очень незатратные и простые действия, которые дают ощущение человеческого отношения и ускоряют процесс оказания помощи. Но, как оказалось, язык классической системы имеет другой масштаб. Исходя из него, оказывается, ремонтировать надо чуть ли не целый квартал. А мое простое человеческое предложение стало жалобой. Вот она, классика. В итоге ничего не изменилось. Вчера снова зашла в трампунт. Все по-прежнему. Так что будьте здоровы. И еще оставайтесь людьми. Позвоните тому, кто вас любит. Я жду от вас новых тем. Пишите в личку. Благодарю.